Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни, планах и служении нашей общины. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог использовал меня как орудие в своих руках для провозглашения Его вести. Чтобы это слово, оно в первую очередь преобразовывало мою жизнь, ну и, конечно же, меняло жизнь тех людей, которые слышают эту весть. Пожалуйста, еще раз прошу вас, молитесь о моем служении. Субботу же вечером в 5 часов я приглашаю всех вас на библейскую программу, которая направлена на то, чтобы изучать те истины, которые являются основанием нашей веры. Она будет проходить в формате евангельской программы, так что приглашайте ваших друзей и знакомых, я думаю, что это будет очень интересно. Также я приглашаю всех тех, кто готовится к принятию крещения. И я думаю, что тоже это будет чудесный курс для того, чтобы ознакомиться с нашими доктринами. Что ж, напоминаю, суббота в 5 часов вечера в малом зале я буду очень рад со всеми вами встретиться. Также напоминаю, что в субботу и в пятницу 3-4 ноября с нами будет Петр Кулаков. Он будет с нами несколько служений. Это будет три встречи. Первая будет в пятницу в 7 часов вечера. Вторая будет суббота утром на второй части служения. И третья встреча будет в 6 часов вечера в субботу на молодежном служении ГЛОУ. Так что планируйте, чтобы вы не пропустили эту субботу, чтобы вы были тут на месте. Я уверен, это будет чудесное время, когда мы сможем духовно возрастать. Также хочу напомнить, что 11 ноября у нас будет особенное утреннее и вечернее служение. Так как это будет День Благодарения и жатвенная программа. Мы рассчитываем, что будут гости у нас в церкви. Поэтому, что хочу вас попросить. Приготовьте на эту субботу особенный обед. Чтобы вы могли пригласить всех гостей и проявить свое гостеприимство. Вечером у нас будет угощение после вечерней программы. Но все же хотелось бы, чтобы на обед люди не оставались тут в церкви. А чтобы вы смогли их пригласить к себе домой. Так что, пожалуйста, давайте сделаем этот праздник настоящим праздником. И отблагодарим тех, кто по большому счету нас взамен отблагодарить не сможет. Ну, если только они не пригласят нас к себе на праздник урожая. Но как бы то ни было, очень хотелось бы, чтобы люди почувствовали тепло и любовь нашей общины и ее гостеприимство. Поэтому, пожалуйста, давайте сделаем вот такой жест с нашей стороны. Еще одно объявление, очень важное. Дорогие друзья, согласно новым требованиям нашего штата Калифорния и нашей конференции, все люди старше 18 лет, которые занимаются больше 32 часов в году с детьми. А это у нас детская субботняя школа, клубы искателей приключений, следопыты. И все те, кто занимаются с разными музыкальными детскими коллективами. Они все должны пройти специальный семинар и сделать лайв-скен. То есть это опечаток пальцев, где проверяют ваш криминальный рекорд и так далее. Церковь и конференция берет полностью на себя оплату за все расходы, которые будут связаны с этими действиями. Но для того, чтобы начать этот процесс, нам нужно, чтобы, повторюсь, все те, кто работают в разных клубах, детских отделах с музыкальными детскими коллективами, чтобы они выслали вашим руководителям, если это детская субботняя школа, то Лили Резак, если это искатели приключений, то Юли Куреляк, если это следопыты, то Ини Цыганек, чтобы вы выслали ваше имя и фамилию на английском языке, ваш номер телефона и ваш имейл. Это первый этап, который нам нужно пройти. Дальше, 4 ноября, мы планируем, что вся эта команда, она останется после утреннего служения на обед. Мы отобедаем вместе, а потом сможем вместе заполнить документы на то, чтобы пройти отпечатки пальцев и вместе пройти семинар. Если вы не сможете быть вместе с нами в ту субботу, то вам придется все это сделать дома самостоятельно. Мы дадим четкую инструкцию и расскажем, как это сделать. Ну, то есть, по сути, это можно сделать дома, но мне кажется, что будет намного проще и легче, если мы все это будем делать вместе. Так как семинар на английском языке, а слушая его онлайн, мы сможем сразу уточнять какие-то детали, переводить, чтобы вы смогли в конце сдать тест, после которого вы получите сертификат. То есть, достаточно сложная процедура, но ее не так часто надо делать. Лайвский он вообще один раз в жизни, а семинары каждые два года. Так что, пожалуйста, спланируйте, чтобы 4 ноября вы смогли остаться с нами на этот общий обед и быть с нами на вот этом семинаре. Думаю, это будет очень важно и полезно. Ну, в крайнем случае, мы заботимся о наших детях. И я думаю, что каждый родитель, который отдает своего ребенка, чтобы с ним кто-то занимался, он будет себя чувствовать в большей безопасности в этом плане. Поэтому, пожалуйста, спланируйте ваше время, чтобы вы были вместе с нами в тот день. Повторяю еще одно объявление. Женщина ищет женщину для работы по уходу. Это наша адвентистская семья, но они англоязычные. Если вы заинтересованы такого вида работой, то, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 707-337-8368. Еще раз. 707-337-8368. И пускай это будет благословением для вас. Хочу вкратце напомнить, что мы и дальше продолжаем регистрацию на наш SMS-портал, с помощью которого вы сможете получать всю информацию, сообщения по поводу жизни, служения, деятельности нашей церкви. Также задавать ваши вопросы и какие-то предложения высказывать. Это все очень просто, потому что не надо никаких программах скачивать, ничего сложного. Вы просто отправляете SMS-ку на тот номер, за которым вы зарегистрируетесь. И это будет очень и очень просто. Для того, чтобы начать все это, вам просто надо отправить SMS-сообщение со словом Maranatha на номер 888-814-6982. А дальше там вам все будет в инструкции с каждым. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему SMS-порталу. Ну и в заключении хочу напомнить вам о наших молитвенных просьбах. Мы продолжаем молиться за Валентину Жигайла, Таню из Закарпатья. Продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка. И, конечно же, просим молиться за ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине. Хотелось бы, чтобы Бог принес мир и покой как в жизнь отдельных людей, которые нуждаются в ее помощи, так и отдельных стран. Дабы их совет Господь каждого из нас. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это книга-притчей, 28 глава, 19 стих. «Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетой». Очень актуальный текст для современного общества, который хочет, чтобы мы смогли разбогатеть быстро, не прилагая много усилий и большую часть жизни не работать, а просто наслаждаться какими-то дивидендами, которые мы получаем от наших вкладов. Как говорит Соломон, на самом деле только тот, кто трудится, он может быть в чем-то уверен на самом деле. Все остальное уверенности много не приносит. Я не хочу сейчас какой-то вид деятельности сказать, что он менее важный, какой-то вид деятельности более важен, потому что умственный труд – это тоже труд, который требует много усилий. Я имею в виду, что все же для того, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить. Иногда это физический труд, иногда это учеба, образование, умственный труд, но в любом случае, как говорится в поговорке, без труда не вытянешь и рыбку из труда. Друзья, ребята, молодежь, родители, говорите об этом вашим детям, потому что это библейская истина, которая звучит к нам со страницы в описании. Пусть Бог вас благословит, желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на нашем благослужении тут, в субботу, в церкви или же в прямом эфире.